всем добрый вечер наша сегодняшняя недельная глава это глава ноах но мы с ним поговорим о вещах которые скажем нас заполнят и дыру того чтобы не говорили на прошлой неделе было во вторник праздник суха тура вы конечно читали книгу баришит но мы не говорили книги баришит на уроке и поэтому сегодня затронем тоже книгу баришит главу бариши точнее никого и у нас глава ноах и мы будем говорить о ноах я хочу начать вообще урок смешны и мишны в трактате а вот который описывает нам поколение она говорит 10 поколений были от адама до ноаха и потом горишь здесь поколений от ноха до вра в конце нашего дела головой появляется говорит мишна так где 10 поколений были от я перевожу автоматически сразу 10 поколений были от адама до ноха для того чтобы сообщить называется долготерпимость всевышнего то есть рх по опаймли фанат когда он втягивает долго воздух пока его ярость не проявится что все поколения злили его всевышний имеется ввиду и дожили до того что он привел на них поток и 10 поколений были от ноха до авраама сообщить тебе зачем это чтобы сообщить сколько долготерпелив это всевышний что все эти поколения его злили и пока не прошла в раме не получил плату за все забрал плату за всех то есть даже те кто-то проявлялись принципе что мы выйдем мишне мы имеем в мишне видим очень четко очень интересную вещь что есть переход между двумя этапами эпохами этот переход между меня эпохами это переход происходит на ног до ног он как бы переход есть как бы 10 поколений до ноха здесь поколение после ноха они этих решили этих решили но не раз и но это переходных в это переломный период который то есть и потом будет добра где происходит следующий переломный период и в принципе вопрос который задается тем чем мы с вами займемся кто такой но почему но то есть да чем он особенно почему именно на нем все это раскрылось да почему с нохом это началось почему он удостоился такого почета и почему он скажем так удостоился почета в молитве брошена что мы говорим то есть все хронот мы говорим да и также ноха ты в любовью своей вспомнил и так это то что у нас перед нами сегодня стоит на нашем уроке жемчужины недельной главы это будет жемчужина которую мы разберем попробуем понять что такое нох и в чем в особенности и так как мы сказали 10 поколений были от адама до ноха теперь они грешили правильно давайте разберемся что за грех был у этих поколений начнем с самого первого человека который согрешил это было да поэтому сказал бы отдадим долг и главе брыжи адам согрешил в чем его грех был давайте разберемся что ему повелел всевышний то есть что всевышний делать он его поставил ганет и не дал ему задать какая задача то есть обрабатывать сад и следить за садом другими словами у человека есть обязанность быть ответственным за мир и в принципе и дозаботиться во всеважных его разных аспектах его составляющих обрабатывать его работать и охранять кроме всего прочего то что кроме того что он получает ответственность заботиться о о эдинском саду также в центре скажем так его задачи его ответственность стоит что давайте я вам открою прочитать этого второй главе книги перешит что всевышний ему говорит что он должен делать еще и и заповел господь богу бог человеку сказал от всякого дерева сада стоп стоп это здесь это нет да это здесь начинается сказал всякого с древа сада ты можешь есть а дерево познания добра и зла не ешь от него ибо в день который от него смерть не умрешь и сказал господь бог не хорошо бы человеку сделал ему подмогу и так далее и так далее и так далее в принципе он ему говорит заповедует он должен быть есть от деревьев определенных и не есть определенного дерева заботиться саду обрабатывать за держать ответственность есть из сада плоды но вот от того дерева не есть человек заходит в сад что первым делом делать поскольку он туда зашел не первым делом конечно утрирую но в принципе чтобы очень быстро происходит он скажем так не выполняет свой долг он не делает то что на него возложили он съедает этот плод неважно кто произошло если много объяснений то есть да почему что он сделал что это что это в чем смысл этого греха в чем характеристика греха это было восстание против всевышнего и желание быть подобным богу захватить власть так далее один скажем так направление объяснения или это было вожделение физическое как он хотел неважно за всем этим стоит есть один и тот же корень греха это безответственность в принципе человек повел себя безответственно то есть он пренебрег ответственность который возложается и таким образом предал свой долг и не выполнил его и также он наказан наказание человека связано с его долгом и с тем что бог научит тяжелым путем брать ответственность за все что ему надо то есть что ему говорит всевышний обрати внимание он ему говорит что ответственность за что нужно за мир за мир за развитие так далее он ему говорит без а то пеха туха лаху то есть да в поте лица своего будешь есть хлеб имеется ввиду больше ты не будешь кушать и наслаждаться дорогой а теперь у тебя будет ответственность тяжелая ответственность за творение и созидание в этом мире без называется кушаем и наслаждаемся точно так же как наказание женщин то есть до страдания будешь жрать детей что имеется ввиду то есть больше то есть отношения которые приводят к деторождению будет не просто одно удовольствие но она будет нести за собой сразу же ответственность дети рождения причем эта ответственность будет не очень легкая для чего это чтобы населять всю землю и так далее развивать этот мир но это будет даваться нелегко и это будет ответственность нет это все таки в этом случае это не печаль это в этом случае не печаль это не состояние морально состояние физическое может быть качественно станет в принципе это ввиду на боль страдание современное понятие это в 17 из печаль в любом случае что здесь происходит то есть в принципе всевышний тяжелым путем путем страданиям заставляет первого человека и его жену хаву делать то что он сказал до этого нормальным путем что он им сказал то что мы читаем в первой главе книги перешит он им сказал что сделать он им сказал 28 стихе и благословил и господь сказал им плодитесь размножайтесь и наполняйте землю и овладевайте ею владычествуете над рыбой морскими над птицами небесными и над всем животным движущим по земле то есть ребята вот вам задача берете ответственность вы должны развивать мир это ваша задача ваша ответственность они это не сделали всевышний делает так что теперь они будут вынуждены это делать и это будет даже несмотря на все страдания тяжесть которая будет сопровождать теперь самое интересное что безответственность поведения мы видим и у по отношению человека к животным как мы это видим первого человека отправляют в ган-эту кем он туда приходит как скажем так венец творения высшее существо среди всех да и он должен то есть принципе там как и сказали как он сказал и и это да 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 и властвует и над небесными на всяким животным и владычеству идти над рыбой морскими на птицами таза должно владычество что происходит что делает человек как проявляется его владычество не за что он делает это мы читаем дальше во второй главе то что делает первый человек делать следующие вещи и образовал господь из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел человеку чтобы видеть как он назовет их это как назовет человек как живутся что так имя его это все его отношение к животным то есть принципе может быть то есть он там занимался зоологией и раздавал название имена название видов и так далее все хорошо замечательно но после этого начинается рассказ про жену про грех и так далее вообще животные уходят с глаз долой и сердца в воду в принципе по ел с ними ничего больше не делал то есть в принципе с животными тоже ничего не произошло теперь кстати интересно здесь обратите уже мы вернемся к нашей главе к ног вы видите к ногу как описывается поколение обрати внимание как в 1957 после адама и как описано поколения после новых после а дома как а поколения описанта в принципе отношений с природой и так далее родился родил умер родился родил умер родился родил умер все то есть как бы никакого влияния когда же мы читаем описание когда рожает то есть когда у ноха это происходит у ноха в нашей главе мы уже читаем когда его описываться поколения например сказано то есть сына этого от них отделились острова народа в землях их каждая по языку своему по семьям своим народа своих здесь какие-то уже по движению какие-то заселения что-то делает в принципе мы видим и в конце что мы видим сам конце на уже там в конце то есть вообще то есть перед нохом когда же нох родился когда всевышний дар решает дать мобуль сдать потом что происходит тора нам описывает грех бне и лугим так называемым какие-то не знаю небожители властители какие-то товарищи то есть разные то есть комментарии о чем идет речь и увидели сыны великих великих дочерей человеческих что красивые они и брали себе жен каких выбирали то есть тоже абсолютно безответственное поведение по отношению к порядкам в мире потому что должно развиваться красивое все мне понравилось я забрал больше меня ничего не интересует кстати вы правильно описали что есть большой спор то есть что это за в ней луим то есть да и в чем именно их грех то есть так далее он немножко очень смутно такой в любом случае тут явно видно что они сидят что руководилось имя то что ну-ка они им понравились все никакой ответственности то есть в принципе мы подведем итог подытожим десять поколений от адама до ноха абсолютно без ответственности и это центральный грех а кто это не важно то есть в принципе вся 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 система от адама до ноха то есть адама еще как-то пытались насильно так или иначе то есть дали ему проклятие которое заставляет его заселять мир насильно но он не справился да в принципе что у нас происходит снова и так мы идем приходим к нашему ноу который в нашей голове и он явный явный представитель противоположного подхода чем предыдущие ему 10 поколений есть те которые сравнивают ноха с авраамом знаете и говорят что и говорят что вот что авраам был круче потому что авраам делал скажем так активные движения но был пассивным очень пассивным если бы он захотел мог спасти тогда по-настоящему поэтому нох он праведник только в его поколение что в двух какая разница праведник только вот здесь местно то что называется вы дуротав то бедится в его поколениями те кто рядом с ним вокруг не может там несколько были дорог вместе так вот с другой стороны нох он пассивный пассивный праведник своих поколениях но он берет ответ half farm и его спасает он берет ответ этой мир его спасает на самом простом то есть самый самый базисный уровень сам просто спасает себя жену и детей женами то есть принципе спасает человечество на втором уровне он спасает весь животный мир живой мир потому что он берет То есть животных внутрь своего ковчега. Нох заботится о них. Нох дает им все, что им надо, еду и так далее. Кстати, Медраж очень сильно описывает, он дает аллегорию понимания, насколько Нох вкладывал душу и сердце, и насколько он выкладывался ради того, чтобы заниматься этими животными во время потопа, для того, чтобы они выжили и вышли, нормально жили и так далее. Медраж рассказывает, почему Нох последний вышел из ковчега. То есть Рабихуна говорит, что То есть неважно. Второе объяснение, то есть второе объяснение сказал Раби Йоханан от имени Раби Лезера по Раби Йосай Галилеи, что он вышел из стаевых последних, потому что его поломал немножко лев. Короче, что происходит? Или Нох выходит из ковчега убитый, уставший после огромного тяжелой работы и усилий, которые он положил там внутри ковчега, для того, чтобы следить за животными, как объясняет Рабуна. Или, по мнению Раби Йохана, он вышел оттуда ранен из ковчега. Почему он вышел оттуда ранен? Почему? Потому что его лев ранил. Почему лев ранил? То есть, как Медраж рассказывает, он вовремя еду не принес, там лев разослился и так далее. В любом случае это показывает, насколько Нох вкладывал свою душу и даже рисковал с ним своим телом и здоровьем ради этих животных. То есть, мы явно видим ответственность, заботу и так далее. Кстати, эту ответственность мы можем увидеть также и в разрешении, которое дано было Ноху и потомкам дальше есть мясо. Дело в том, что Адама решено было нельзя есть мясо, до Ноха человечеству нельзя было мясо есть, с Ноха и дальше разрешено было мясо есть. Почему? Дело в том, что Адам, он находится напротив животных. Что он с ними делает? Он с ними соревнуется, он с ними на соревнованиях. Как всегда. Верду бедагатаям бомфашяма и бекорхая варумэсталят. То есть, имеется в виду, что они делают рду, то есть, властвуют. То есть, в принципе, мы занимаемся, кто перетянет канат, мы или животные. То есть, да, в принципе, он занимается, перетянет канат. С другой стороны, Нох выстраивает совершенно другую систему отношений между животными и человеком. Человек уже, то есть, когда человечество во главе Нох, это уже стоит уже не как соревнуюсь с животным миром, а как тот, кто стоит над животным миром и ответственен за него полностью. Который властвует им и таким образом имеет право поедать его и мясо. В отличие от первого человека. Кстати, есть другое объяснение интересное по поводу, почему разошли мясо. Потому что многие грехи животным пришли от того, что человек не отделял себя от животных. Потому что человек, то есть, был в этой конкуренции с животным. И по этой причине, как бы, мы все, как говорят наявите, знаете, сахбак. То есть, да. То есть, эээ, друзья, товарищи, все хорошо, а по небратству, помню. Нох же, именно вот это вот разрешение поедания мяса выстраивает уже четкую иерархию. Здесь мы, человечество, а здесь живот. И мы не вместе с ним. То есть, мы не одно и то же с ним. И, в принципе, это видно. То есть, и в том, и здесь то, что я объяснил, тоже видно очень красиво, что нох уже как ответственный, как стоящий над животным, поэтому же но есть мясо. Теперь. Теперь попробуем немножко попонять, кто такой нох. То есть, да, сам по себе. Есть очень интересная вещь. Вы знаете, когда видели медраши, как описывают первого человека? Есть, которые описывают, что он был там чуть ли не сотни или тысячи метров ростом. Что-то такое огромное и так далее. Вы знаете, что про ноха нет таких медрашей? Что он такой огромный и так далее. Про первого человека есть. Знаешь, что он так был? Про ноха есть медраша у первого человека, который возникает нашу больницу? Про ноха нет. Про ноха нет медраша, что он такой большой и крупный огромный. То есть, да? Ну и что? Ребята, во-первых, не надо воспринимать медраши как реальность. Начнем с этого. Это показывает о величии первого человека. А про ноха нет, потому что ноха – он человек простой, скромный. Более того, медраш показывает, что нох был частью грехов его поколения. Он также грешил со своим поколением. Медраш говорит, амар Раби Аба, бар Кагана, кинэхамти ки аситим, вы нох мацахэн. То есть, да, я передумал, что я создал вас для человечества, а нох нашел в прелестных моих глазах. То есть, да, у меня вызывает удивление. То есть, нох, который из них остался не потому, что он был достойным, а потому, что Всевышний в нем проявил симпатию. То есть, из этого медраша что мы видим? Может быть, нох был лучшим из своего поколения, но был частью своего поколения. То есть, человек правильно был в своих поколениях. Он был порождением своего общества. То есть, в принципе, он был частью вот этого, что происходило. Но, что отвечало нох от других? Он, как только понял, что есть надобность с нем, и на него возлагается ответственность, он исполнит. Он делает ответственность, он ответственно становится. Он исполняет то, что сказано в трактате «Абот» «Вместе нет людей, попробуй ты быть человеком». То есть, в принципе, даже ты недостойный и так далее, но надо, значит, надо. И это нох. То есть, в принципе, нох делает, исполняет то, что нужно на этот момент для человечества, для животного мира и так далее. Кстати, то есть, маленький человек, который делает историю. Кто хорошо историю учил, знает, что бывает иногда маленькие дела, маленькие люди приводили к большим-большим изменениям историческим. Огромным. Тот стрелял, начал Первую мировую войну. При стоянии коммунизма, то есть, да, какой это называется, выстрел какого-то, холостого выстрела от корабля, привел к разрухе на 70 лет. Холостой выстрел, который привел к разрухе. Советский Союз развалился тоже из-за мелких вещей. В любом случае, он повлиял. Теперь смотрите, очень интересный момент, еще связанный с нох. Нох выходит из ковчега. Что он делает? Нет, он сначала что сделал? Он сначала посадил виноградник. Он посадил виноградник. Зачем? В чем смысл? В чем смысл посадки виноградников? Есть те, которые сказали, что это было хорошее действие. И те, что не очень. А мы попробуем сказать третье. Начнем сначала объяснить то, что другие говорят. Почему это плохое? Причем плохо был виноградник. Есть, скажем так, медраж Брешитраба, который показывает, что вместо того же заниматься серьезными вещами, справлять мир и так далее, он занялся всякими, скажем так, приниженными, физическими и так далее делами. И, в принципе, описывается вот это вот сажание, посадка винограда, виноградник, как что-то такое хомри, гашми, то есть что-то такое материальное. То есть после того, как мир был спасен, после того, как он выходит из ковчега, то есть получается НОХ получает то, что называется, знаете, это как называется? Аберация фокурсная, верите, говорят, ощущение, то есть конец курса, то есть, в принципе, все закончилось, у тебя проблемы закончат. Это то, что мы чувствуем, когда пандемия пошла вниз или когда мы сдаем экзамен, у нас идет такой расслабон полный. В принципе, то есть он духовно расслабился. И поэтому пошел заниматься виноградником и так далее, и так далее. Кстати, это происходит психологическое явление, когда человек переживает очень важные вещи, у него иногда происходит вот это вот расслабиться, то есть это, кстати, происходит очень часто, объясняют очень часто у героев. Люди не понимают, почему герои становятся светскими после героев. Потому что они идут, 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 очень напряженно. Они проходят и хотят немного расслабиться, хотят немножко пожить, то есть это как бы снизить, то есть напряженность, которая была. Это нормально после любых экзаменов. Проблема в том, что вот как раз вот там, как раз вот на этом моменте у героев самая большая проблема. Они как раз на этом моменте должны начинать жить, то есть это подниматься, а они расслабляются, и нету, кто поддержит их, поднять их вверх. Не всем повезло, чтобы подняли вверх, и тогда очень часто этот расслабон идет, и он затягивается, идет как трясина вниз. Это не значит, что на гиуре он не хотел действительно соблюдаться. Это просто потом он постепенно скатился вниз. Это чаще всего происходит. Это объясняется, то есть это, я видел людей, которые, они реально все соблюдали, они не врали, то есть ты видишь, что кто-то не врет. И действительно, они после гиура, то есть да, соблюдали, и вдруг ты видишь, патифоничка, начиналось буксование, и вниз, вниз, вниз. То же самое объясняет, что произошло с Ноахом. Это когда мы его называем Салигнатием, потому что типа виноградник – это нехорошее его действие. Есть те, которые наоборот, это хорошее действие. Мы сказали, что Ноах взял ответственность за человеческое, то есть за человечество. Он взял ответственность за животный мир выжить. Но здесь же, и у нас есть еще один мидраж. У нас есть мидраж, который говорит, а откуда вообще Ноах взял, посадить, то есть да, чтобы с чего-то сажать. Мидраж отвечает. Откуда у него было. Откуда у него было, он занес с собой в ковчег палки, то есть саженцы. Возможно, короче, вещь, которую можно потом посадить от тейна, инжир, маслина и так далее. Короче, в принципе, что он сделал? Он, оказывается, спас не только животных, но и растения. То есть он занес с собой растение. То есть, в принципе, получается, Ноах взял ответственность еще и за растение. Он еще и растение спас, потому что далеко не все могут выжить, деревья и так далее, под водами потопа. То есть это убьет просто почву, убьет зерна, они просто погибнут. Без связи, без связи. Нет. А дальше? А дальше тут ничего не написано. То есть, в принципе, получается, это подтеркивает снова тот же самый момент, тоже идея, которую мы показывали, что Ноах берет ответственность, в отличие от своего 10 поколений до этого. Кстати, нужно понимать одну простую вещь. Виноград. Что такое виноград? Это вино. Нужно понимать, что во времена Хаза, а тем более во времена Торы, да еще относительно недавно, пить было, не было там, не знаю, колы, шмолы, соков и так далее. Было или вода, которая далеко не всегда была чистая, для того, чтобы ее пить, или вино. Но по этой причине это, в принципе, центральное питье, это восстановление жизни, восстановление жизни, то есть мира, заселение мира. И поэтому можно это отставить и так. Но мы сказали, пойдем на третье объяснение. Как мы можем объяснить Ноах? Мы можем объяснить это как побег от действительности. Ноах, он человек, который выжил в катастрофе и пережил в катастрофе. Катастрофу, когда я говорю, он прижил, то есть он прижил крах уничтожения всего человечества, всего животного мира, всего, в принципе, все, что мы называли когда-то то землей, на которой мы жили. И все изменилось. И, скорее всего, то есть, да, все, что он видел. Представьте себе, то есть, Ноах, то есть, да, какие, то есть, видения он видел. Что его глазам открывалось, когда потопшил? У него, наверное, не только была вот эта вот семья, у него были друзья, большая семья, Метушеллах, который его дедушка, который умер незадолго до потопа. То есть, потоп начался после смерти Метушеллах, специально Всевышний ждал, чтобы не, потому что Метушеллах был праведным. Его жена, извините меня, из потомков Каина, кто не знает, то есть, там тоже. И как бы это все гибнет. Он теряет всех. Он, скорее всего, видел, как погибали люди. Пытались спасти свою жизнь и так далее. Может, не видел, может быть, слышал. Потому что там все-таки было все закупорено, сколько отверстий. То есть, он проходит травм. Таким образом, можно сказать, что, может быть, происходят две вещи. Днем Ног работает, продолжает ответственность. Днем он делает то, что надо делать. С семьей, с животными, с растениями и так далее. А ночью он убегает в бутылку. А ночью он убегает в бутылку. И в ней топит то, что называется, то, что увидел. И вот это вот тоже явление нам очень известно. Нам очень известно. Мы знаем, это было у людей, которые пережили катастрофу. Не только катастрофу. Люди, которые пережили афганскую войну. То есть были в Афганистане. Люди, которые пережили вообще войну и так далее. То очень часто мы видим этих людей, нормативные люди. Работают, действуют, развивают. А тогда после катастрофа были профессора, раввины. Чего нет. Но мы мало что знаем, что с ними происходило, когда они лежали в кровати ночью. И какие картины они видели, что они постелали. И что они делали, чтобы эти картины убрать. Скорее всего, это происходило и с Нохом тоже. То есть поэтому днем он работал, а ночью приходилось спить до полусмерти. То есть это в принципе соединение две вещи. И хорошего, и плохого. То есть в принципе, если мы, скажем так, подведем итог, что мы увидели. Мы увидели, что Ноох действительно особен. Он выделяется на конец. Конечно, Авраам его обойдет. Авраам это что-то другое. Авраам это другой уровень. Но Ноох он переломный момент. И Ноох он от полного бездействия, безответственности, который привел к потоку. Он начинает брать ответственность. Он заботится. Он не такой праведник. Он тоже называется не Талит Шипулят Хелет. То есть да, не Талит, который весь голубой нитью повышен. И у него тоже есть проблемы. И даже после потопа, может быть, то есть это вино, это выпивка, это падение и так далее. Как человек, он человек был небольшой, скажем так, не выделялся особенно. Но понравился Всевышним тем, что готов был взять ответственность за это. И в принципе, когда надо было, скажем так, призваться к флагу, он это сделал. А потом, когда то, что произошло, вот это падение, у нас вообще конец рассказа с Ноохом очень печальный. То есть да, вот это вино, то, что он напил, то, что хам сделал и так далее. И как бы на этом Ноох заканчивается, как бы, и мы с ним прощаемся печально. Скорее всего, прощаемся печально, потому что, скорее всего, человек, который пережил такую катастрофу, такой накал страсти и железной нервы, которую надо было иметь, ему стоит поставить памятник за то, что он продолжал развивал человечество и взял эту ответственность. С другой стороны, нужно понимать, что, скорее всего, он, как переживший, был посттравматичным и по этой причине мог уходить в вино и так далее. Хорошо прикладывался. Я думаю, что на этом мы закончим сегодня. Надеюсь, что было вам интересно немножко познакомиться с Ноохом с разной сторон. Тоф, на этом мы заканчиваем. Всего хорошего. Запись прекращаю здесь, для тех, кто нас слушает записи.